Четвертый дом по Кривошлыковскому переулку безнадежно аварийный, его нужно снести. Такое решение принято всеми инстанциями суда. Пятиэтажку уже отключили от всех ресурсов, там нет электроэнергии, воды, а с 4 сентября и газа. Мы обратились к ресурсно-оснабжающим организациям о том, чтобы они провели очередной мониторинг, проверили подачу воды, газа, света. И когда водоканал начал проводить проверку, обнаружил большую утечку, им пришлось отключить воду. Такие же проблемы были и со светом, и с газом. То есть дом на сегодняшний день уже не обслуживается практически. И больше находиться там людям нельзя. Квартиры оценили с учетом их состояния и местоположения дома. И за квадратный метр площади дают компенсацию порядка 90 тысяч рублей. Собственники 33-х квартир уже получили деньги. В общей сложности это 134 миллиона рублей. 18 семей полностью освободили квартиры, 10 переезжают. Есть определенное количество людей, которые почему-то говорят, что мы не верим администрации. Я сегодня на встрече попытался объяснить, что администрация обмануть вас не может. Мы действуем в рамках бюджетного кодекса. Мы заключаем с вами соглашение. И мы отвечаем перед вами не только своей подписью, но и теми денежными средствами, лимиты на которых уже выделены. Соглашение с администрацией и несогласным жильцам нужно заключить в ближайшее время. Ведь только после этого они смогут получить компенсации на покупку нового жилья. А пока им предлагается переехать в новые квартиры маневренного фонда в Суворовском, новом доме на Уландской, 15 и современной высотке на Борисоглебской, 18. Дмитрий Сумской, Первый Ростовский.